За короткое северное лето муниципальному предприятию «Чистый город» нужно успеть многое. Отремонтировать дороги, тротуары, освещение, озеленить газоны, обновить детские площадки и многое другое. Все работы выполняются согласно запланированному графику. О буднях «Чистого города» расскажет Александра Литкова. Вместо привычной всем сцены на площади Ленина в ближайшее время появятся газон и клумбы. Физически устаревшее сооружение уже несколько лет стояло без надобности. Все мероприятия сейчас проводятся на сцене Дворца культуры «Арктика». Сцены – это был у нас запланирован на этот год работы. Так как физический износ сцены уже составляет 100%, она стала небезопасна для пешеходов и молодежи, которая тут часто очень собирается, могла обрушиться и привести к каким-то печальным последствиям. Улицы Наринмара этим летом украсят почти 10 тысяч цветов – бархатцы, петунии, цинерарии и сальвии. Это саженцы, которые хорошо приспособлены к северному климату. Вся эта красота обходится городскому бюджету почти в 2 миллиона рублей. Контракт на озеленение 240 квадратных метров клумб заключен с Ненецкой агропромышленной компанией. Причем площадь газонов в этом году увеличена. Для обновления облика центральных улиц Наринмара в этом году предприятие закупило урны и скамейки двух видов. По городу не секрет, у нас в городе хороших унтов очень мало. Они приходят в негодность постепенно. Идет плановая замена урн на центральных улицах Лучейского, Ленина, Ненецкая, на улице Смедовича будут меняться урны и пешеходные зоны в районе улицы Ленина, дом 23А. Ремонт памятников, тротуаров, подъездных дорог, обновление детских площадок и городков. Летом у рабочих дел не меньше, чем зимой. С уборкой улиц в это время предприятию традиционно помогают юные горожане, трудоустроенные на летний период. Зоя Ладыгина говорит, это не только позволяет заработать на карманные расходы, но и внести свою лепту в поддержание чистоты на городских улицах. В этом году я работаю от чистого города. Здесь мы убираем мусор и помогаем нашему городу быть чистым. Вообще, я считаю, что нужно работать, потому что это деньги. Это твои собственные деньги, ты можешь их потратить на то, что тебе нравится, на то, что ты хочешь, на то, что тебе нужно. И учит это тому, что нужно убираться, нужно не мусорить. В этом году чистый город принял на работу 40 молодых людей. Среди них как школьники, так и студенты. Первая группа в 20 человек отработала в июне. Для второй трудовые будни только начались. Ребята уже оформили соответствующие документы, и сегодня у них первый рабочий день. В основном работы запланированы по уборке мусора, по благоустройству территории. Какая-то часть будет работать именно в офисном помещении. Из года в год среди населения находятся те, кто не ценит работу предприятия. Периодически нападкам хулиганов и вандалов подвергаются остановки, скамейки и фонари. Есть такая проблема в нашем городе с вандализмом объектов благоустройства и дорожной инфраструктуры. В частности, ломаясь стекла, которые очень толстые, были монолиты поликарбонат, мы умудряются, у нас дети, если не получают с первого, значит, со второго пытаются сломать. На основном ремонт ведется, у нас материал закуплен, ждем поставки. На данный момент, мы на этой неделе ждем буквально поставку поликарбоната, литого, чтобы поменять, отремонтировать остановку на уровне фонториума. По всем случаям вандализма «Чистый город» обращается в полицию. Чаще всего хулиганов удается найти. Очень часто поводом мотивации совершения несовершеннолетними данных преступлений становится, опять же, тот же самый наш интернет. Призывы в различных мессенджерах, в тиктоках совершать вот такие хулиганские действия, вот, к сожалению, они приводят, очень большое влияние на совершение несовершеннолетних оказывает и толкают их на совершение этих преступлений. Стражи порядка напоминают, за порчу муниципального имущества несовершеннолетними ответственность до 14 лет несут родители. После отвечать придется самим.